Индустрия питания на сегодняшний день полна мифов, и я бы даже сказала лжи. Давайте мы сегодня с вами будем разбираться, что правда, а что не очень. Здравствуйте, меня зовут Марина Жигульская, и на этом канале мы учимся избавляться от диагнозов, патологий и состояний при помощи нутрициологии. Так вот, давайте по очереди разбираться с каждым из них. Миф номер один. Жиры это вредно. Когда нам с вами продают углеводы, мы должны помнить, что углеводы это изначально дешевый продукт, который можно хорошо наценить и на этом хорошо заработать. Жиры изначально продукт не такой дешевый, на него невозможно большую наценку сделать, потому что тогда он будет недоступен большинству конечных покупателей. Поэтому давайте-ка мы все-таки скажем, что жиры это вред. На самом деле жиры это важнейшие источники нашего питания, из которых состоит, например, наш мозг, например, наш сурфактант в легких. Именно из жиров наш организм строит нам половые стероидные гормоны и многое другое еще в нашем организме делают жиры. И если в вашем рационе не хватает жиров, то в вашем организме будет всегда полыхать воспаление. Нечему будет обновляться сосудистой стенке, нервной системе, ну и так далее. То есть по факту человек начинает по всем фронтам недополучать. И естественно, что в таком организме будут просто расцветать патологии и болезни. Другое дело, что жиры есть правильные и неправильные. Неправильные жиры это все, что относится к категории трансжиров. То есть измененное состояние жира, когда из жидкого растительного масла делают, например, маргарин. Потому что если у вас не хватает жиров, то первое, что мы чувствуем, это сухая кожа стала. Это уже не такие блестящие густые волосы. Это нет блеска в глазах. Потом мы начинаем обращать внимание на симптомы желудочно-кишечного тракта. Что вас укачивает в транспорте, потому что не работает ваш желчный пузырь. У вас начинаются проблемы с кишечником. У вас не усваиваются жирорастворимые витамины. А это очень важные компоненты нашего питания и естественно нашего здоровья. И отсюда мы с вами переходим к еще одному мифу. Это калорийность нашего рациона питания. Отчасти вот эту моду на подсчет калорий нам ввели фитнес-тренера, которые во что бы то ни стало должны были добиться вашего похудения в тот момент, когда они с вами занимаются. Отсюда миф о том, что калорийность это важно. И когда мы урезаем себе калорийность, то мы, конечно, оставляем углеводы, чтобы хотя бы сохранить объем пищи. И уменьшаем жиры, потому что на жирах объем пищи будет небольшой. Почему так? Потому что 1 грамм углевода дает нам 4 килокалории, а 1 грамм жиров дает нам 9 килокалорий. Эти килокалории это, грубо говоря, такая валюта, которую организм получает при переработке, например, углеводов или жиров. Так вот, при переработке жиров у вас будет больше этой валюты, у вас будет больше энергии, у вас будет больше интереса к жизни, жизнерадостности, то есть больше жизненных сил. Но рацион питания будет очень маленький, то есть по объему будет это мало еды. И поэтому для того, чтобы сделать объемные приемы пищи, и человек более или менее как-то хотя бы понимал, что он что-то ест, для этого сохранили углеводы, а жиры убрали. И из этого же вытекает еще один миф, это дробное питание, 5-разовое питание. Почему? Потому что углеводы перерабатываются достаточно быстро, не дают нам долгой энергии, и человек тут же хочет есть, и поэтому начали есть 5 раз в сутки. На таком питании действительно можно похудеть, но при этом вы угробите свой углеводный обмен, наедите себе инсулинорезистентность и кучу проблем со здоровьем. По поводу дефицита калорий, есть такие люди, которые действительно сокращают себе калораж, но при этом вес не уходит. И это происходит потому, что углеводами в питании, они уже убили себе углеводный обмен, наели инсулинорезистентность, а при инсулинорезистентности похудеть невозможно. Еще один минус есть у подсчета калорий и у снижения калорий. Мало кто знает, что в спокойном состоянии организм тратит 1100, где-то 1000-1100 килокалорий, даже если вы вот просто сядете, не будете шевелиться, не будете думать, потому что мыслительный процесс у нас один из самых энергозатратных. Даже ночью, например, вы тратите 500-600 килокалорий. И когда человек ограничивает себя в калорийности, естественно, организм как считывает это? Мне надо выжить во что бы то ни стало. Он отдаст вот эту калорийность, вот эту энергию из калорий, он отдаст на жизненно важные органы, а на все остальное, на вашу кожу, ногти, волосы, на гормональную систему уже, потому что ну как бы не до размножения, пока выжить бы, ресурсов у организма не хватит. И поэтому ограничение калорийности, особенно за счет того, что мы убираем жиры, это дорога в один конец, как правило. Это дорога к патологиям, болезням, к диагнозам. Что мы с вами должны помнить? Мы должны помнить, что здоровый организм, он никогда не будет набирать лишний вес, а тем более хранить его и приумножать. В здоровом организме похудение, ну так называемое, стройнение вот это, да, происходит естественным образом. И поэтому у нас на программах люди говорят, очень сытно ем, много жиров в рационе, и дополнительно еще худеют. То есть похудение это такой бонус дополнительный, потому что мы восстанавливаем здоровье, а похудение происходит просто потому, что организм восстанавливается и получает все для него необходимое. Ему нет нужды запасать лишний жир. Лишний жир для нас это депо для токсинов. Это отдельный эндокринный орган, куда организм уносит все токсины, которые он не может вынести. Токсины у нас появляются даже в процессе жизнедеятельности. И вот жир, это такой, жир у суставов, это такой орган, который подальше от кровообращения, чтобы не разносить это все опять по организму. И вот когда мы оздоравливаем организм, в том числе добавлением жиров, почему? Потому что мы будем желчный, а он отвечает за детоксикацию. Организм очищается и жир уходит. Миф это фрукты, соки фруктовые и смузи. И нам с вами говорят, что это здоровое питание, это прямо витаминная такая бомба. На самом деле это не витаминная бомба, это фруктозная бомба. А фруктоза не нужна нашему организму, никакой клетке нашего организма. И она напрямую летит на утилизацию в печень. И здесь мы возвращаемся с вами к предыдущему пункту, потому что как только печень перегружена, она не может справиться с выводом токсинов, начинает набираться лишний вес. В том числе это обусловлено тем, что у вас возникает такое состояние, которое называется инсулинорезистентность. Это когда организм получает вроде как глюкозу, но доставить ее в клетку не может. И вы такие без энергии, вы всегда хотите спать, у вас постоянное такое чувство голода какое-то подспудное, но при этом растет излишняя жировая масса, но при этом здоровее вы не становитесь. Поэтому фрукты это не источник витаминов, это большой-большой миф. Гораздо больше витаминов, например, в тех же овощах. Это источник дополнительной фруктозы. Не зря же природа так придумала, что овощи она положила нам под ноги, а фрукты повесила повыше на дерево, чтобы мы максимум до чего-то дотянулись. Поэтому мы оставляем 2 фрукта в день, и то с условием, что вы считаете себя здоровым человеком, у вас нет никаких претензий к своему здоровью, и тогда 2 фрукта в день вполне. И из этого же вытекает еще один миф. Это сахарозаменители лучше, полезнее, ну или как минимум безопаснее сахара. Это точно миф. Почему? Потому что, во-первых, исследования по сахарозаменителям, их достаточно немного. Во-вторых, они накапливаются. И в минимальной концентрации, да, возможно, они не так вредны. Но так как у нас этих минимальных концентраций теперь уже практически во всех продуктах, а полуфабрикатов у нас много, получается, что эти сахарозаменители, накапливаясь, уже вот токсическую дозу какую-то превышают. Исследований по сахарозаменителям не так много. Сахарозаменители действительно могут быть не очень токсичны для организма, если они вот в минимальной концентрации. Исследования были проведены именно вот для минимальной концентрации. Но так как сейчас у нас очень много полуфабрикатов, у нас очень много продуктов со скрытыми сахарами, то они накапливаются. И получается, что эта доза уже превышает допустимую. Недавно Всемирная Организация Здравоохранения признала безопасный аспартам смертельным для здоровья. То есть должно пройти какое-то время, прежде чем человечество поймет, что вот этот сахарозаменитель токсичен для организма. Вопросами здоровой стройности и похудения занимается нутрицолог. 15, 16, 18 августа я проведу бесплатный трехдневный марафон, на котором расскажу про профессию нутрицолог и почему эта профессия будет самой востребованной в ближайшие десятилетия. Переходите по ссылке в описании к этому видео, регистрируйтесь, и мы много нового с вами обсудим и разберем на этом трехдневном бесплатном марафоне. И отсюда мы с вами переходим к еще одному мифу. Нам не нужны никакие добавки, организм все прекрасно заберет из пищи. Это действительно миф, потому что может быть еще лет 50-70 назад это было бы правдой, но сейчас все выглядит совершенно по-другому. Из-за того, что мы живем малоподвижным образом жизни, из-за того, что мы недосыпаем, из-за того, что в нашем рационе много углеводов. Наше состояние ЖКТ по поводу того, чтобы забрать из продуктов все нужное и необходимое, оставляет желать лучшего. И на сегодняшний день фермерам платят не за количество полезных веществ, а за вес продукта. Например, какую говядину вы выберете? Той коровы, которая паслась на травке, пила чистую воду, дышала свежим воздухом. Или ту корову, которая стояла от рождения до смерти в коровнике, обколотая антибиотиками и напичканная гормонами. Поэтому наше питание на сегодняшний день не может дать нам все необходимое. Напишите в комментариях, какую корову вы бы выбрали. И отсюда мы с вами переходим к еще одному мифу. Это хлеб всему голова. На самом деле это так прочно закрепилось в нашем сознании, что мы жизнь свою не представляем без хлеба. И очень часто мне люди говорят, что ну вот моя бабушка всю жизнь ела хлеб, дожила до 90 лет в прекрасном здравии. Давайте не будем путать нас и наших бабушек, это во-первых. А во-вторых, хлеб, который ела наша бабушка и хлеб, который едим мы. Наши бабушки ели хлеб из пшеницы-однозеренки, которая действительно содержала витамины группы В, которая действительно содержала качественный там белок, который там был. Ну то есть много витаминов, минералов, микронутриентов, которые нужны нашему организму. Что сейчас едим мы? Сейчас пшеница уже далеко не однозеренка, это генно-модифицированная пшеница. Помните, раньше были фильмы, когда была прям битва за урожай. То есть если хоть на день там они задержались со сбором урожая, то все, весь урожай погибнет на полях, потому что начинается дождь, непогода и так далее. Сейчас современная пшеница может до заморозков стоять. Она устойчива к вредителям, к жучкам, к холоду, к дождю, к непогоде, она ко всему устойчива. Ее генетически модифицировали для того, чтобы вот она как раз такая получилась. И для того, чтобы она была устойчива, в ней повысилось содержание глютена. А глютен это по факту клей, который склеивает наши ворсинки кишечника. И когда в нашем рационе сейчас преобладают продукты, богатые глютеном, в том числе хлеб, в которые еще плюс дополнительно добавляют глютен, чтобы вот он такой мягкий стал, пышный такой, то, конечно, о каком здоровье мы с вами говорим. Поэтому хлеб всему голова, это миф из прошлого, который раньше был правдой, а сейчас нет. И восьмой миф, молоко полезно, потому что это источник кальция, источник белка, качественного, хорошего, легкоусвояемого. Это, к сожалению, далеко не так. И начать я здесь, пожалуй, хочу с того, чтобы вот, ну просто задумайтесь. Человек это единственное живое существо, которое пьет молоко во взрослом возрасте и еще и молоко других видов. На самом деле, как только у нас появляются первые зубы, это сигнал от нашего организма, что ЖКТ готов к твердой пище. И понятно, что может быть ребенок еще не разживет там морковку или кусочек мяса, но тем не менее, поскрести своими зубками и получить какие-то питательные вещества он уже может. И еще одна особенность молока, в ней содержится лактоза, это молочный сахар, а у нас в период грудного вскармливания содержится такой фермент, как лактаза. Так вот эта лактаза с вот этими первыми зубками идет на спад, и мы не можем уже переваривать молоко без ущерба для здоровья. И получается, что кальций, который содержится в молоке, он не биодоступен для нас, гораздо больше кальция, кстати, в зелени, потому что, ну вот откуда корова берет кальций в молоке, откуда в молоке кальций? Потому что корова есть траву, ну так и ешьте траву, ешьте больше зелени, там больше гораздо биодоступного кальция, тот, который вот придет и строится в ваш опорно-двигательный аппарат и вообще пойдет куда надо. Поэтому молоко вызывает воспаление, закисляет, и у меня частенько, мои ученики и мои клиенты, когда жалуются на состояние, например, своих детей, что то сопельки, то кашель, то отит, то еще что-нибудь, какие-то воспаления постоянно, рекомендую убрать молоко. Убирают молоко, все проходит. И в заключении я хотела бы сказать вам, чтобы вы не верили мифам, слухам и вот этим общественным заблуждениям, которые не про ваше здоровье, которые про чью-то выгоду. Ищите достоверную информацию, изучайте свой организм, понимайте, как он работает и по каким принципам вы будете выбирать себе продукты питания. Больше о здоровье, о питании и о полезных привычках, которыми вы можете пользоваться каждый день, я рассказываю в своем телеграм-канале. Переходите по ссылке в описании к этому видео и встретимся с вами в телеграм-канале. Поставьте лайк, если это видео было вам полезно, подписывайтесь на наш канал. А с вами была Марина Жигульская. Субтитры сделал DimaTorzok